В Хакасии есть как минимум два владельца собственности за рубежом. Это могут быть вклады в банках, пакеты акций, другие ценные бумаги, размещенные в тех же банках или инвестиционных фондах, недвижимость или даже какие-то предприятия. Персональные данные держатся в строжайшей тайне. Непосредственно в налоговые органы Республики Хакасии представлено две таких декларации. Но я еще раз говорю, что предусмотрена возможность подать и в федеральную налоговую службу, поэтому сколько из них плательщиков Республики Хакасии обратились в ФНС России, мы сказать у нас таких сведений нет. Служба на нас доводит. Но непосредственно к нам представлено две таких декларации. Это налоговая тайна, у них даже особый режим хранения и передачи такой декларации. Единственное, что раскрыли сотрудники налогового ведомства, что собственность эта находится не в Украине. И еще то, что эти состоятельные граждане не состоят на государственной или муниципальной службе. Чиновникам под страхом увольнения запрещено иметь активы за рубежом. Кстати, у тех, кто владеет какой-либо собственностью за границей, еще есть несколько месяцев, чтобы ее задекларировать. Хоть впоследствии, если ваши домики обнаружат, то уголовной статьи не избежать. А Россия получает информацию почти из ста стран мира о наличии счетов и собственности своих граждан на чужой территории. Вторая тема пресс-конференции – декларационная кампания. До ее завершения осталось три недели, а документы подала всего пятая часть от потенциальных декларантов. Причем многие даже не подозревают, что им необходимо отчитываться. Например, те, кто без выгоды для себя продал квартиру или машину, которой владел менее трех лет. Если даже не возникает налогооблагаемая база и не возникает к налогообложению сумма, все равно налоговым кодексом предусмотрено обязательно сдать декларацию. Просто в соответствующих графах написать «ноль», иначе штраф в тысячу рублей, а документ все равно заставят заполнить. Кстати, чиновники налоговой уверяют, что проще это сделать на сайте службы. Данных по доходам за прошлый год пока еще нет. А за 2014-й, сведения такие, сдано более 30 тысяч отчетов, доходы более 11 миллиардов рублей. Причем более 70% всех доходов заработали всего 70 человек. В республике Хакасия было 2 миллиардера. Налогоплательщиков, имеющих доходы от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей, у нас также было 2 налогоплательщика. От 100 миллионов до 500 миллионов – 16 налогоплательщиков. И от 10 миллионов до 100 миллионов – 19 налогоплательщиков. А, 50, да? 50 человек. Их фамилии по понятным причинам сотрудники налоговой тоже не обнародовали. Примерно такие показатели по количеству доходов и по числу миллионеров ожидаются и в этом году. Виктор Лушников, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.